Друзья мои, привет! Привет-привет-привет! Работаем! Сегодня я хотел с вами поговорить на тему, которая прослеживается во всех обращениях людей ко мне. Сложная тема. Получится в одном видео, не получится, будем продолжать. Смотрите, друзья мои, почему мы так любим кино? В кино мы имеем возможность решения быстрых проблем. Как-то все так в кино легко решается. Мужчинам нравится там Стетхем, Крейг, Круз, женщинам различные другие актрисы. Кому и Моника Левинский тоже нравится. Но и в этом дело. Вопрос заключается в том, что есть быстрое решение вопроса. Но на самом деле быстрого решения вопроса в жизни нет. То постоянное одиночество интеллигентного человека, интеллектуала, который начинает понимать, что не все извне. Мы пошли в кино, посмотрели на Ламборджини, потом сели в трамвай. Ну это же нонсенс, правда, да. И чувствуем себя обратно. В кино так хорошо все, да. Все так раз. Красивые женщины, красивые машины, да. Тут Стетхем на Ауди в 6-8, не знаю, такой просто. А тут раз и все. А оказывается, что ты просто нищеброд. Ты ничего не добился. Твоя жена заурядная женщина, соседи мудачье и так далее, и так далее. Понимаете, да, в чем дело? Жизнь тяжела, и ты одинок. Одиночество это очень интересная штука. Вот смотрите, друзья мои. Вы сейчас сидите напротив меня, смотрите меня, и прекрасно видите, какое количество просмотров. Минимальное количество просмотров. Нет, у меня есть ролики по полмиллиона, конечно. Не спорю. Но в основном. В основном мы с вами как 300 спартанцев, но не больше же. Но ведь правда, она всегда правда. Можно как угодно говорить. Я не могу говорить о себе как о блогере. Я рассказываю о себе как о человеке в видео, который просто делится с вами своим опытом. Вы смотрите то, что я говорю, и нас с вами всего 300, 400, ну 500. Ну это максимум, да, на данный момент. Как это понимать? Мы с вами говорим о вопросах жизни и смерти, но людей это не интересует. То есть что получается, что мы с вами-то эдакий маленький зион, да? Вот просто зион. Но проблема заключается в том, что в этом зионе нео нету. Я не считаю себя суперменом, хотя я многого добился. Я не считаю себя поводырем, пастырем, не дай бог. Боже упаси! Иной раз парадоксально. Я думаю о человеке одно, а это другое. Из Майами что-то написала женщина, да, мы по Вайберу, Настя смеялась долго и упорно. Она какую-то хрень несла, а потом говорит, да я собственно моей подруге так хотелось бы иметь в мужьях евреев с Украины. Вы вообще все понимаете, да, о чем мы говорим? С какими проблемами, какие проблемы у людей? Я думаю о их духовном росте, а она думает о евреи с Украины, понимаете, да? Потому что видите ли ее приятельнице скучно. А кто-то хочет видеть во мне человека, который, ну, может ему помочь. Я не могу никому помочь, я работаю только над собой и делюсь с вами, и делюсь с вами своим опытом. Я могу рассказывать о своем опыте. Я не могу рассказывать о том, что со мной не происходило, и я не могу вам ничего дать. Я как всегда с бумажкой, да, конечно. Люди боятся одиночества. Когда вы заглядываете сами себе в душу, да, вы понимаете, что говорить, разговаривать не с кем. Никто не поможет, никто не даст совета. А если это совет, то он будет очень-очень-очень идиотским. Почему? Да потому что все люди разные по-своему, инкарнационно, кстати. Инкарнационно. Разные. Они прожили разные жизни. Они в этих жизнях были разными людьми. Мы часто вот с Настей обсуждаем этот вопрос, да, и открываются огромные-огромные моменты. А мы начинаем рассказывать какому-то человеку, которому хочется только исключительно купить себе Лексус последний, да, а мы ему о духовном росте. Дочихать они хотели на духовный рост. И когда вы ищете опору в своих родственниках, в своих знакомых, в своих друзьях, еще в ком-то, еще в чем-то, нет, они вас не поймут. Потому что вы говорите об одном, а они вам говорят абсолютно о другом. Мы, конечно, будем говорить на эту тему, тут очень много всего, и я не вписываюсь просто-напросто в формат, понимаете. Как только нам плохо, когда... Я положу бумажку. Как только нам плохо, мы сразу начинаем думать о суициде, мы сразу начинаем думать о том, что... Да, мы одинокие, а одиночество, когда вы заглядываете вглубь себя, вы видите там пучину, в которой ничего нет, там только океан, ваш личный океан. Нельзя, нету нео, вы и есть нео. Я объяснял это людям на своих лекциях, когда мы общались face to face, да. Их сидело, кстати, всего человек 30-40, не думайте, что много. А сейчас я имею аудиторию в 500 человек, да, предположим, то я уже, конечно, счастлив. Но нету нео. Все то, что есть у нео, касается вас, и вы должны в себе взращивать то, что у вас в душе, а не полагаться на кого-то. Потому что как только вы обращаетесь к кому-то, вы обращаетесь в пустоту. Потому что вы говорите одно, а он слышит другое. Более того, он делает выводы какие-то, и потом возвращает вам то, что вы сказали. Друзья мои, это бред. И вижу по Настиному напряжению. Я хочу рассказать вам анекдот о понимании. Ей понравился этот анекдот, и мне очень понравился этот анекдот. И я хочу с ним с вами поделиться. Что в один зоопарк серьезный, да, привезли самку-шимпанзе. Агрессивную, половозрелую, которая хочет самца, которая бегает с себя в лифте, в говне. Все такая перепученная, с бешеными глазами, с этой мордой. Руководство в шоке, потому что она орет. Соседи, жители. Она орет, она хочет мужчину. Они нашли Михалыча. Здоровый детина такой. И они подходят ему, ему говорят. Слушай, за косарь. За штуку. Ты, Михалыч, мы все понимаем. Ну выручай, ну видишь, что творится. И эта самка сидит с этими глазами. И Михалыч говорит, короче, сделаю. Но у меня три условия. Первое. Сексуальную позу выбираю сам. В губы целовать не буду. И третье. Денег у меня сейчас нету. Но зарплаты обязательно отдам. Друзья мои, давайте будем взаимопонимаемы. Да, в какой-то мере. Я говорю о духовном. Но вы должны это духовное выкорчевывать у себя сами. Потому что когда болит у Насти. Простите меня, но я не знаю, чем ей помочь. На сегодня все. Спасибо. Спасибо.